Получение новых знаний, развитие соревновательного духа, а также высокие баллы, которые позволят создать портфолио для поступления в университеты, это только краткий перечень преимуществ проведения школьных олимпиад. Это не просто участие в олимпиадах, это то, что они сами себя развивают. И это сделано в будущее для того, чтобы они могли на бюджетной основе поступить именно в хорошее высшее учебное заведение, куда они хотят. Для победы в олимпиаде важную роль играют знания и поддержка со стороны. Учитель – это человек, который дает и то, и другое. Одна из наставников ребят Елена Красавина с нескрываемым интересом наблюдает за развитием своих учеников. Среди этих ребят немало тех, кто участвует не только в олимпиаде по истории. Это действительно лучшие, сильнейшие дети нашей школы, которые интересуются самыми разными отраслами научной деятельности, самыми разными науками. И мне очень интересно посмотреть, что же они выберут, когда будут заканчивать школу. А планы у школьников самые разные. Гибкий ум позволяет мыслить нелинейно и выбирать свою профессию из широкого спектра. Так кем же ученики хотят стать в будущем? Юристом. Почему? Потому что история общества является любимыми предметами и юриспруденция тесно связана с ними. Я хочу поступить на факультет международных отношений. В будущем я планирую стать учителем, потому что я считаю, что принадлежить знания детям – это самое лучшее в жизни. Юные знатоки истории России поразмышляли, кто из правителей нашей страны сделал наибольший вклад в ее развитие. Петр Первый многое сделал для страны. Также Екатерина Великого правила достаточно долго. И их преобразование, на мой взгляд, наиболее важное в истории России. Больше всего, как правителя, люблю Петра Первого, поскольку он добился наибольших успехов в своем правлении, как бы это очевидно ни звучало, и связал нашу страну с Западом, с Европой. Я бы выделила нашего сегодняшнего, так скажем, президента Владимира Владимировича Путина, потому что он очень много делает для нашей страны. Ребята благодарны учителям за их вклад и помощь по предмету. Победа в Олимпиаде – это общее достижение, которое в будущем приведет к еще большим высотам. В основном нас готовила Светлана Михайловна, это учитель истории, общества, знания. В принципе, вот эти все заслуги – это все благодаря ей. У меня ведет историю уже третий год Красавина Елена Алексеевна, поэтому она достаточно хорошо объясняет, готовит на уроках, и особой подготовки не требуется. Подрастающее поколение цепляется за знания и за возможность их получить. А это явные показатели прогрессивного школьного образования и качественной работы преподавательского состава. Олимпиады, они развивают в целом общий кругозор. Это интересно писать. Даже при подготовке ты узнаешь что-то новое, ты развиваешься. Призеры уже готовятся к следующей Олимпиаде, а мы желаем им высоких показателей и заслуженных побед. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...